Здравствуйте, уважаемые скорпионы! Приветствую вас на своем канале. Общий астрологический прогноз на декабрь 2023 года. Поздравляю вас с месяцем декабрем. В этом месяце очень много транзитов, очень-очень интересных. Думаю, будет интересно послушать этот гороскоп. Ретро-Меркурий. Ура, кто ждал? Снова ретро-Меркурий. 13 декабря начинается этот транзит. 13 декабря Меркурий становится ретро-градным в знаке зря, как козерог. А завершается период ретро-градного Меркурия 2 января 2024 года. Это в знаке зряка «Стрелец». Почему? Потому что 23 декабря Меркурий в ретро-движение попадает от стрельца. В общем, чтобы вы не забудались, ребята, сразу записывайте себе в календарике и отмечайте в телефонах, что с 13 декабря по 2 января ретро-Меркурий. Ретро-Меркурий как раз-таки у вас в его же доме. Условно, конечно, он в третьем вашем доме гороскопа. А это и есть дом Меркурия, условно повторяюсь, условно. То есть не покупайте ничего, что связано с меркурианской сферой. А это у нас все средства связи от телефона до автомобиля. Потому что автомобиль – это тоже вещь техническая, которая нас связывает друг с другом. Вообще весь транспорт нас связывает. Поэтому смотрите, что не покупать? С 13 декабря по 2 января не покупать. Телефоны, смартфоны, ноутбуки, иные гаджеты, планшеты, все остальное. Даже наушники иногда, ребята, честно, по себе знаю, купила. Ну, как в Меркурии закончился, так они и сломались. Ну и, естественно, если вы покупаете что-то покрупнее, это автомобили, велосипеды, мопеды. Тоже не следует этого делать на ретро-Меркурии. То есть с 13 декабря по 2 января. Движимое имущество не приобретайте. Также в этот период не следует оформлять новые документы, особенно если они реально очень важные и очень нужные. Знаете, ребята, если вам какую-то незначительную бумагу нужно оформить, ничего страшного. Если вы где-то учитесь, например, проходите бизнес, какой-то тренинг, и вам по итогу вы дадут сертификат, где будет неправильно написана ваша фамилия, то ничего страшного, в принципе, вы можете сами переписать. А если, например, вы хотите оформить паспорт, сами понимаете, это очень серьёзно, то есть до 13 декабря. Если вам нужно оформить важный, реально очень важный документ, до 13 декабря. Если же вам нужно исправить ошибку в каком-то документе, то, в принципе, этот процесс можно совершать и на ретро-Меркурии, но тоже, в принципе, если есть возможность отложить, не делать, то лучше этого не делать. Ретро-Меркурия – это всегда работа над ошибками. Также третий дом гороскопа. Кроме того, что это дом средств коммуникации, это дом связей и документов, это также дом обучения. Поэтому, если вам хочется очень пойти куда-то учиться, новые курсы, например, курсы вождения, до 13 декабря. А если у вас где-то залежались в вашем компьютере, на вашем компьютере зависли какие-то курсы, которые вы приобрели, и, может быть, не досмотрели, не дочитали, то вот, пожалуйста, для них настало время поднимать информацию, перечитывать, пересматривать, еще раз проходить те же самые видео, смотреть, те же самые книжки, читать. Очень даже хороший период. Ретро-Меркурий до ретро-Меркурия – это новое что-то. После ретро-Меркурия – все, что вы забыли, потеряли, хотите пересмотреть, перечитать. Можно делать дубликаты ключей, например, и находить утерянные ключи с 13 декабря по 2. Второе, у кого-то может пройти какая-то история, связанная не с вами, а с ближайшим окружением. К примеру, ретро-Меркурии в третьем доме вернутся, соседи – это на вас косвенно повлияет. Или будет ремонтироваться дорога у вашего дома тоже, так как бы, в общем-то, может на вас повлиять какое-то событие, от вас даже не очень зависящее, связанное с контактами, коммуникациями, средствами связи. И вот вы, ну как бы, что вам не было скучно, так назовём это. Вообще, третий дом – это дом как раз-таки веселья, когда нету скуки, когда всегда есть чем заняться, когда заняты руки. Меркурия отвечает за руки, и он у вас в доме рук. Может быть, вы когда-то занимались чем-то, не доделали. Если вы планируете ремонт, то начинать новый ремонт лучше до 13 декабря. Но, например, с 13 декабря по 2 у вас могут зачесаться руки, сделать что-то дома, отремонтировать, переделать. Может быть, когда-то у вас не получалось, вы это повторите. Либо вы уже это делали, снова придётся это же самое действие совершать. Вот что-то в этом роде. В вашем знаке зодиака, в знаке зодиака – скорпион. В этом месяце – Венера. Я вас всех поздравляю, ребята. Венера – планета денег и любви. В вашем знаке зодиака. Правда, не весь месяц, а с 4 декабря по 29 декабря. То есть практически до конца года. Венера в декабре, в скорпионе. Это прекрасно, вы красивы, вы прекрасны. Знаете, у вашего знака зодиака есть несколько стадий, так сказать, развития духовного роста. И самая высокая, наивысшая ступень развития по скорпиону – это орёл. Я вот даже такую картинку нашла. Видите, у девушки нарисован этот орёл летящий. Где-то девушка в таком стиле, да, американском, североамериканском. Ну, всё равно в каком стиле. Суть в том, что это символ свободы и силы, как таковой, взмывающий верх, да, вот этот игл. И вы будете чувствовать себя выше. В декабре вы будете чувствовать возвышение своей персоны. За счёт чего? Может быть, за счёт самооценки, повышения самооценки. Может быть, за счёт того, что вы выздоровели. Кто-то, может быть, реально, например, работал со своим опорно-двигательным аппаратом. Может быть, вы физически станете выше за счёт того, что вытянули спинку. Кто-то поменяет стиль, имидж. Потому что первый дом – это дом нашего образа. И вы можете начать носить каблуки, если вы девушка. Кто-то из мужчин может занять высокую должность. Ну, девушки, конечно, тоже, да. И вот когда вы сидите, как на троне, да, можете где-то восседать, в общем-то, и ваше кресло может быть реально выше, чем остальные сидения. То есть идёт ваше возвышение за счёт чего-то. Либо в прямом смысле, либо в переносном. Здесь может быть и так, и так, потому что вообще первый дом – это дом физики, то есть реальности, того, чего можно это потрогать, пощупать, увидеть, осознать, измерить всего измеримого. Первый дом – это дом я-концепции и физического тела. Поэтому и так, и так. Кто-то выздоравливает, кто-то становится краше, моложе. Изменение стиля и имиджа. Венера отвечает за красоту. И в первом доме она может попросить вас поменять стиль. Прическа только или только новый макияж. А может быть и всё вместе. Кардинально тоже может быть. Плюс первый дом – это дом документов. Может быть, вы приобретаете или меняете своё имя, фамилию, и оно как-то звучит красивее, как будто возвышаетесь. Если вы, например, выходите замуж в первой половине декабря, то фамилия вашего мужа какая-то громкая, а ваша, например, какая-то была попроще. Ну, условно, да. Никого не хочу обидеть, ребята, все фамилии классные. Ну вот просто пример, чтобы вы понимали. Думаю, вы все знаете, что есть такие фамилии, которые означают что-то обыденное, скажем так, а есть такие, которые там о многом говорят. Когда мы слышим какую-то фамилию вроде как Тюдор, мы понимаем, что идёт речь о королевской семье. Вот если вам нужно оформить документ, до 13 декабря, я вам уже об этом говорила, сменить паспорт, сменить фамилию, имя до 13 декабря, выйти замуж, жениться, ребята тоже лучше до 31 декабря. У кого есть такие планы, кто намерен создавать именно официальный союз, до 13 декабря, конечно же, период более благоприятный. А здесь очень может быть, что у кого-то из вас свадьба, потому что ещё и Нептун становится директным. 6 декабря Нептун становится директным в вашем доме любви. Кто-то в первой декаде декабря, даже первые 7 дней декабря, может получить признание в любви, предложение руки и сердца. И сама по себе свадьба и роспись тоже может быть по таким вот транзитам, в таком движении. Может быть, кто-то долго ждал, может, кто-то не очень долго этого, но тем не менее, кто-то там месяца три, если вы ждали, здесь можете дождаться какого-то важного либо признания, либо предложения, либо приглашения. Может быть, это будет предложение пожить вместе. Вот такая история. И да, если вы собираетесь начать жить с кем-то вместе по любви, это, конечно, тоже лучше делать до ретро-меркурия. Ещё лучше первую недельку декабря. Новолуние в этом месяце совпадает с ретро-меркурием. 13 декабря новолуние в Стрельце. Это ваш второй дом, дом денег. И видите, и в этот же самый день Меркурий становится ретроградным в вашем третьем доме. Тоже, кстати, третий дом – это тоже дом денег. Поэтому о чём здесь может пойти речь? О том, что у вас будут новые старые деньги. То есть, возможно, кто-то из вас возвращается с отпуска на работу. Возможно, кто-то из вас находит новую работу, но с такой же зарплатой. А может быть, вы возвращаетесь на прежнюю должность, и поэтому у вас прежняя зарплата. В общем, здесь деньги старые. Если кому-то должны, будут возвращать долги. Например, так же по работе, если вам задерживали. А для кого-то этот месяц обозначится двойной зарплатой. Для кого-то может быть 13-я зарплата, потому что новолуние в доме зарплаты, а Меркурий это градит в доме денег. То есть два раза могут выплатить вам зарплату. Если у кого-то, ребята, это будет по ошибке, то лучше, конечно, вернуть. Здесь может быть такое, что бухгалтер перепутал, либо кассир. Не знаю, как это возможно. Наверное, это невозможно, но мало ли. Не знаю, может, первый раз вы пришли платить зарплату в своём амплуа, а второй раз не в своём, потому что вот уже у вас Венера в первом доме. Знаете, бывают такие искусства, такое мейкапа, когда люди красятся до неузнаваемости. Я думаю, кто-то из вас, многие из вас, думаю, видели. Когда девушка полностью меняет свою внешность, может кто-то сделать так, может кто-то притвориться Деда Морозом, Снегурочкой, пойдёт просить деньги. Ну я, конечно, шучу. Но, ребята, смотрите, да. Если что, да, перепроверьте. Если вам дали больше зарплату, это, конечно, хорошо, но в всякий случай спросите, почему-то это произошло, по ошибке или правильно. Ну, может быть, по ошибке, к сожалению, ну, либо к счастью. Потому что ретро-меркурий в третьем доме это человек, который ошибается на кассе. Поэтому пересчитывайте деньги, считайте деньги, не отходя от кассы, это, ну, 200%. Третий дом сам по себе вообще, это любой кассир. Это может быть кассир в банке, в магазине, так где угодно. И вы тоже, да, пересчитайте денежки, если обмен валюты совершаете. Тоже пересчёт. Дальше. Солнце переходит в ваш третий дом 22 декабря. В этот день начинается природная зима. Это день природного Нового года. И Меркурий снова с солнышком. Видите, как они, как бы в диалоге, он переходит в ретро-движение в Стрельца. Ваш второй дом. Дом денег. Ну, и второй, и третий это дома денег, ребята. Поэтому тема одна и та же. Видите, какая перекличка? То солнце в Стрельце, а Меркурий в Козероге. То солнце в Козероге, а Меркурий в Стрельце. Ну, в общем-то, это об одном и том же. Считайте деньги, не отходя от кассы, перепроверяйте, смотрите. Вам могут быть даны деньги дважды. Но это может быть и двойная ситуация, либо ситуация с двойным дном. То есть кому-то реально дважды выдают деньги, и это нормально, правильно, ошибки нет. А кому-то дважды выдают деньги, и это ошибка, эрор, нужно вернуть. Если вам должны, вам вернут. Если вы должны, вам нужно вернуть этому человеку, которому вы должны. Не берите кредиты в период этого года Меркурия с 12 декабря по 2 января. Неподходящее время. Следующий транзит это полнолуние. Полнолуние, которое называется холодная ледяная луна, будет 27 декабря в знаке зодиака рак. Это ваш девятый дом гороскопа. Здесь может быть разная история. Послушайте, пожалуйста, все варианты и уважайте, пожалуйста, все варианты, ребята, потому что это общий гороскоп. Я стараюсь всем рассказать. Если вы слышите что-то не про себя, это значит, подождите, будет и про вас. Итак, по девятому дому гороскопа. Если вы отправляетесь в путешествие, то едьте рекомендации. Едьте только туда, где вы уже были, потому что это Меркурий. В новые места не нужно ехать по такому транзиту, по таким транзитам в общей сложности. Не следует ехать в новые места с 13 декабря по 2 января. Если вы там уже бывали и много раз бывали, и вам туда уже, как домой, то можете, конечно, ехать. Ничего страшного туда не будет. Если вы оформляете документы, связанные с выездом за границу, то не делайте, не нужно начинать это мероприятие в период с 13 декабря по 2 января. Если вам нужно сделать сгранник либо визу, начать подать на визу, то до 13 декабря. Если переделывать эти документы, в принципе, можно и после. Следующий момент. Связанные документы с учебой. Это для тех, кто учится. В основном, ребята, если вы не учитесь, подождите немножко, пролистайте. Для тех, кто учится, и вы сдаетесь, может, экзамены, тоже будьте внимательны, потому что могут быть какие-то ошибки. Что там у вас в зачетках, туда ли написали, то ли написали, тот ли балл вам поставили. Все это проверяйте. Может быть, пересдача. И здесь, опять-таки, для кого как. Для кого-то пересдача пугающий момент, в смысле, я что, с первого раза не сдам. А для кого-то передача положительная, наоборот, вы радуетесь, потому что, может, вы не могли. У вас уже тянулось это долго, и, наконец-таки, с какого-то там энного раза вы сдадите, потому что, по всей видимости, под Новый год преподаватель уже станет очень добрым. Тем более, что у нас еще и Питер становится директором 31 числа. И Питер означает Деда Мороза. И Дед Мороз прямо 31 числа у нас становится директором. Он начнет действовать, этот Дед Мороз, уже заранее. Поэтому очень может быть, что у кого-то, ребята, если у вас здесь экзамены, то добрым будет преподаватель. Кстати, еще рекомендация, сами оденьтесь Деда Морозом либо Снегурочкой. Еще и потому, что Венера в вашем первом доме, она очень любит вот эти все штучки. Она стилист конкретный. Поэтому, если у вас есть такие интересы, да. Если вы умеете делать яркий макияж, сделайте его, он вам поможет, потому что его оценят искусство красоты. То есть, если вы реально на уровне мастера-виртуоза можете сделать какой-то супер-классный макияж, типа а-ля для вечеринки, вау, все будут восхищаться, даже люди далекие от этого просто заценят вашу красоту. В общем-то, да, вы здесь можете пользоваться своей красотой. Вот прям так. Так прям скажу, не стесняясь. Далее. Ребята, все поставили лайк прямо сейчас, кто еще не поставил, подписались, кто не подписался, и заказали у меня гороскоп на декабрь. Также вы можете у меня гороскоп на 2024 год на весь. Ребята, посмотрите сейчас на экран. Здесь мой номер телефона. И написано, что я также работаю еще с Таро и с Рунами. Можете обращаться и за этими работами также. Мой номер телефона здесь, на экране и в описании и в комментариях под этим и всеми моими видео. Очень еще затронуты ваши дома в конце года шестой, второй и седьмой. Самый, конечно, приятный транзит это транзит по седьмому дому. Это разворот Юпитера. Смотрите, ребята, это что происходит. 31 декабря Юпитер становится директным. Я уже вам сказала, что это может быть как момент того, что кто-то станет вам очень добрым, например, преподаватель. Но вообще-то этот транзит касается вашего партнера прежде всего. Если у вас нет партнера, вы можете его найти. Учитывая ретро-меркурий, к вам может вернуться ваш бывший партнер. Если вы меня слушаете мужчина, то это вам следует возвращаться к вашей бывшей девушке попытать удачу, что называется. Вообще седьмой дом это дом значимого другого. Поэтому давайте еще перечислим, кто это может быть. Если это не преподаватель, если это не ваш партнер, то это может быть друг, то же самое, да, может вернуться к вам друг. Это может быть и родитель даже по седьмому дому, если этот человек значим для вас. То есть любой значимый другой. Хочу, чтобы вы понимали. К сожалению, ну либо к счастью, это может быть и враг, потому что седьмой дом это также дом врагов. Враги значимые для нас люди, думаю, вы согласитесь. Но здесь в таком случае враг может стать другом. Ну и что может быть по ретроградности и по Юпитеру? Возврат Деда Мороза. Поэтому если когда-то к вам приходил Дед Мороз, он снова по ретро-Меркурию и по развороту Юпитера в Директное может прийти. Здесь может поступить какое-то предложение повторное от вашего партнёра. Для кого-то это яркое, значительное предложение свадьбы, а для кого-то это что-то мелкое и бытовое. Может быть, ваш партнёр предлагал вам перекрасить стены в другой цвет. То есть от малого до великого. Кому-то партнёр предлагает только, например, вы когда-то мечтали встретить Новый год на улице всегда дома были, тут на улицу пойдёте. А кому-то партнёр предлагает давай переедем в другую страну. Это предложение может поступить в Новый год, и вы можете обсудить его в Новый год. То есть в зависимости от масштабов, от ситуации, от интересов, от того, что уже назрело к 31 декабря. Денежки к вам приходят под конец месяца, потому что Венерочка из вашего знака переходит в ваш второй дом. Она отец 29 декабря, поэтому 29, 30, 31 это про деньги. У вас может повысить зарплата, вы могут выдать премию, могут вторую зарплату, то, что называлось, 13 зарплата, также вам и вашему супругу. И ещё раз напоминаю, что там, да, чтобы не было никаких ошибок, может быть, вы работаете, например, вместе с супругом, у вас одинаковая фамилия, и да, из-за этого тоже какие-то могут быть моменты. Ну и работа. У кого были проблемы с работой, то тоже всё улучшится. Опять, скорее всего, за счёт денег. Даже если вас не повышают, ваши условия не улучшаются на работе, ну, хотя бы немного вам повысили зарплату, может даже совсем процентов на 5, но, в общем-то, вам уже веселее и радостнее. В общем, ребята, здесь какой-то у вас добавочка, добавленная стоимость какая-то. Если вы работаете на себя, то вы увеличиваете цены, повышаете цены на свои услуги, потому что седьмой дом это ещё и дом клиента. Вот то, что я вам сказала, преподаватель, партнёр, Дед Мороз, значимый другой, и враг, и друг, а ещё это и клиент. То есть тут же у нас клиенты идут, поэтому к вам возвращаются ваши клиенты. Если вы работаете с клиентами, и у вас самая жара, самый пик именно где-то под конец года, то будет много клиентов. Даже если вы не повышаете цены на свои услуги, зарплаты, дохода у вас больше, потому что больше людей, просто большой спрос, и вы по этому зарабатываете, может быть, намного больше. Ну и кто работает Дедом Морозом, прям лайк. Этот год для Дедов Морозов будет максимально топовым, максимально классным. Дерзайте, любите, будьте счастливы, подписывайтесь на канал. Всех благ, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok